Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Рискованные игры на этой неделе обернутся отличными результатами. Неделя будет благополучной, особенно для представителей воздушной стихии. Также в числе фаворитов – львы, девы и козероги. А середина недели благоприятна для заключения договоров и деловых поездок для всех знаков зодиака. Теперь подробнее об астрологическом прогнозе с 13 по 19 мая. У Овна всю неделю будет ощущение праздника, а удача в делах сердечных, приток новых возможностей позволит легко справиться с любыми затруднениями. Хорошее время для оформления новых союзов и договоров. На какие-то уступки придется все-таки пойти, но в конечном счете вы от этого только выиграете. Тельцы в середине месяца столкнутся с вереницей событий, связанных с резкими переменами, которые могут постоянно менять ваши планы. А для тельцов, занимающихся торговлей, этот период может запомниться всплеском продаж. Рост прибыли также обеспечит реклама и объявления об услугах. Для близнецов пришло время действовать. Период подходит для решения финансовых вопросов и вообще для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Это отличная неделя для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности. Ракам в эти дни не стоит слишком доверять тому, что будут говорить и обещать окружающие. Выходные будьте щедрыми и поделитесь с близкими своими знаниями и хорошим настроением. Взамен вы тоже получите поддержку, благодарность и искреннюю любовь. Львам звезды советуют на этой неделе не перенапрягаться. Впереди у вас насыщенный период, а пока набирайте сил, отдыхайте и доводите до завершения текущие дела. Может возникнуть интрига в личных отношениях. Деловые вопросы тоже могут получить новый виток развития. Только не торопитесь оформлять документы. Пока просто разбирайтесь с поступающей информацией и обсуждайте детали. Для Дзев это весьма продуктивная неделя, ведь к вашей неиссякаемой энергии добавятся еще и удачные стечения обстоятельств и поддержка со стороны. Если у вас возникнут сомнения по каким-либо вопросам, то обсудите их со своими близкими. В настоящее время они лучшие советчики. С их помощью вы избавитесь от иллюзий и поймете, какие из ваших идей бесперспективны, а над какими стоит поработать. Весам, как и всем представителям воздушной стихии, в середине мая будет улыбаться фортуна. Это говорит о том, что у вас появится шанс сменить должность или начать свой собственный бизнес. Не исключено, что к весам обратится прошлый работодатель, который предложит более выгодные условия, чем на данном месте. Главное, что должны будут делать в эти дни скорпионы, так это поменьше работать. Полезным будет заняться своим здоровьем. Правильное питание, витамины, физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе подарят бодрость и заряд энергии для будущих свершений. Звезды советуют стрельцам не стоит избегать переговоров и совещаний. Обмен мнениями на этой неделе принесет большую пользу и в рабочих, и в личных делах. Настойчивость и упорство в решении своих вопросов приведут вас к успеху. У Козерога в ближайшие семь дней обстоятельства начнут складываться в их пользу, а значит ни дома, ни на работе никаких проблем не предвидится. Вам только и останется, что радоваться успехам и получать благодарность и комплименты от окружающих вас людей. Водолеев ждет много встреч, часть из которых покажутся случайными, но напомнят вам о прошлых событиях. Возможно, возвращение старого чувства, возобновление отношений. Хорошо в такое время решать вопросы, которые откладывались на долгий срок. Важный разговор может состояться во вторник, проявляете инициативу и можете рассчитывать на взаимопонимание. Лучшим днем недели может стать воскресенье. Запланируйте на это время домашние праздники. Астрологи уверены, рыбам на этой неделе удастся подписать несколько важных договоров. В ваш круг общения снова войдут люди из прошлого, которые теперь готовы раскрыть старые тайны. Время прекрасно подходит для очищения и освобождения от старых негативных убеждений, поэтому несколько часов в день следует посвящать отдыху и медитации. Вот такую неделю обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы! Субтитры подогнал «Симон»!